Практически месяц Владимир Токарев и его коллеги пытаются добиться выплаты денег, которые им обещали за работу на лыжной базе в парке имени Зернова. С сентября по декабрь рабочие из Саровского инженерного центра монтировали оборудование и занимались прокладкой сетей. Частично при старом директоре при Русине работы были оплачены, но ноябрь-декабрь, вообще, значит, за последние полгода у ДЭПа было сменено пять директоров. Там творится полная неразбериха, никто ни за что не отвечает. Значит, требования наши игнорируются, постоянно ищутся поводы, чтобы не заплатить. Мужчина утверждает, что платежные документы, которые его фирма присылает, постоянно портят и требуют перевыпустить. Саровский инженерный центр переделал пять пакетов по 400 листов. Фирма не только не получила заработанные деньги. Организация понесла убытки, заплатила налоги и заправила технику. Во время реконструкции на лыжной базе работало около 20 человек. Всем им нужно было выплатить зарплату. Если сейчас нам эти деньги не вернут, то мы будем до последнего, последние деньги отдавать на зарплату людям. Потом мы будем заявить о банкротстве. Потому что сейчас работы в городе в январь месяц для строителей практически нет. Соответственно, мы делали денежный резерв на эти месяца. Но нам этот денежный резерв не заплатили. Соответственно, мы вынуждены будем людей сокращать, предприятия банкротить. В ближайшие две недели, если вопрос не будет решен, организация обратится в арбитражный суд. С просьбой прокомментировать эту ситуацию мы обратились в администрацию. В муниципалитете ответили, что все дело в оформлении документов. Когда речь идет о нацпроектах, всю документацию тщательно выверяют. Но не у всех предприятий есть грамотные юристы, которые могли бы в сжатые сроки все подготовить. Проблемы с правильным заполнением бумаг возникли и у Саровского инженерного центра. Работы были выполнены в декабре. Договора и КАЭСки, и документы все оформлялись январем. Но это неправильно. Работы были закрыты в декабре. И, соответственно, и подрядчик отчитался, и субподрядчик отчитался за эти работы в декабре месяце. Поэтому нужно было привести это в соответствие. По словам заместителя главы администрации, все договоры подписаны и заверены. Сумма определена. Дэб перевел деньги. В течение нескольких дней средства поступят на счета организации. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.